Хочу еще раз обратиться к этому украинцу, который уехал в Москву и говорит, я вообще не хочу убивать, не хочу убивать ни русских, ни украинцев. Он вот сделал видеоролик, он сейчас уехал, откуда, я не знаю, наверное, из Европы, наверное, из Германии выехал. Он выехал в Москву, и он здесь сделал ролик, что он вообще никогда в руки не возьмет оружие, чтобы убивать либо украинцев, либо русских. Я могу сказать, что он второй Путин, как он может решать свое будущее без Путина? Если ты приехал в Москву, и ты, наверное, получил российское гражданство, ты же первый в очереди, кто будет убивать украинцев. Ты просто раздвинул всех людей, знаете, и без очереди, я, я, я. Ты стоишь уже, держа в руке повестку и говоришь, я убивать не буду, а что ты будешь делать? Что ты будешь делать с украинцами в Украине, а? Когда ты придешь туда с оружием, что ты будешь делать? В дуло автомата ромашки вставишь? Я в шоке. Ты, если бы ты любил Россию, то я могу сказать, ну, приезжай в Россию, после того, как РДК освободит, поменяет власть. Ну, любишь ты Россию, люби ее без Путина. Потом будет Россия без Путина. Будет Россия без тех людей, без той власти, без того общества, которая поддерживает, платит налоги, чтобы убивали украинцев. Ты сейчас находишься в этом, в Улье, которая планирует убийство как россиян, так и украинцев. Как только поменяется власть, все убийства прекратятся. Ты туда приехал как что? Ну, там, например, на Гитлера было покушение какое-то, там взорвалась бомба, и его не задело. Было арестовано там 7 тысяч немцев, и 5 тысяч из них было расстреляно, уликвидировано. Либо им дали капсулу, чтобы они сами себя, ну, отравили. Ты что делаешь? Ты что, по какому-то заданию там, ЗСУ поехал убивать Путина? Что ты делаешь в столице страны, которая развязала эту войну, которая спонсирует каждый день песнями, холодильниками, зарплатами, телевизором, школами, больницами, всеми угодными. Не хочешь, как это, не любишь, заставим, полюбишь, заставим, что такое. Я говорю, ты находишься там, ты, эта кнопочка, которая каждый день нажимается и говорит, что русский хороший. Даже если ты говоришь, что убивает никого, ты там находишься. Значит, ты говоришь, что русские правильно делают, что они убивают. Ты сейчас своими видеороликами, видеоблогами убиваешь украинцев. Редактор субтитров А.Семкин